Так, ну ладно, это вы все уже видели. Это вторая часть выпуска про Коста-Рику. Давайте сразу к делу. Дорогие мои подписчички, вы все правильно поняли. Этот проект создан, чтобы вы увидели, как я, наконец, погибну от какой-нибудь фигни, за которую вы проголосовали. В этот раз вы понадеялись на классический скайдайвинг. Вы знаете, как я люблю высоту. Спасибо вам за это. Хорошо, Андрюшка. Классно? Вообще нет. Хорошо. Ой, хорошо. Проводим нашего друга в последний путь. Погнали прыгнешь со мной. Погнали, давай. Не-не-не, без парашюта. Ну давай, чего бы нет. Чего бы нет. Я могу отдать вот петлю, у вас будет новый ведущий. Пошли в Адилу, называется новое шоу. Вот это часто, кстати, в Мариуполе происходит. Это шоу снимается. Там в любом городе, в принципе, это снимается часто. Без камеры просто. Let's go, guys. Кстати, знакомьтесь, это наш друг и водитель Гильермо. Отличный парень. В первый день знакомства мы общались максимально учтиво, а под конец второго Гильермо уже рассказывал, что он не принимает Viagra, потому что от нее у него идет кровь из носа. Давайте на секундочку отвлечемся, оттянем момент, когда я вырубился в воздухе и намочил штанишки, и познакомимся с Гильермо поближе. Давайте, не проматывайте дальше, ну так нечестно. Привет! Привет! Меня зовут Андрей, приятно познакомиться. Это американский стиль. Оп, вот тогда тщательно все. Тщательно, just a second. Пять минут прошло. Андрей, nice to meet you. Это камера Алексей, Alex, hey, as you wish. Гильермо типичный гражданин Коста-Рики. В меру счастлив, в меру беден, в меру упитан. Большинство костариканцев живут вот в таких частных домиках подальше от столицы. Пара детей, вторая жена, могут быть любовницы, только... А сразу видно, папка любит дотю. Любит дотю. Любит дотю и породатых мужиков из Украины. Ну, здесь у меня бойцовский ринг, если ты понимаешь, о чем я. Прикольно, у меня такая ассоциация, знаете, когда дом снимаешь себе в курортном городе Алиабердианск, там, Затока в Одессе, вот точно так же. А здесь пришлось накрыть крыши, чтобы не пробрались воры. Ага, from thieves, right? Ага, смотри, четкая Одесса, вот эти вот дома на несколько хозяев, такие дворики закрытые, висит одежда. Тети Сони не хватает, там, изойди домой кушать. У меня ужасно, я пародирую, конечно, одесский акцент, но я постарался это сделать. Найс, мастер. А вот, собственно, и та история, после которой Гильермо для нас раскрылся на полную. У меня есть проблема, я не могу принимать Виагру. Знаешь, почему? У меня от нее сразу идет кровь из носа. Потому что, когда я принимаю Виагру, мой пенис — бум! Вот такие истории от Гильермо. Хотите себе заказать истории от Гильермо, приезжайте сюда, и у Гильермо таких историй, ой, как много! Ну и в какой точке мира мы бы не были, накрыть стол — это святое. Как давно вы вместе? Девять лет. Девять? Девять лет уже. Причем завтра. Да, и завтра у меня еще день рождения. Вообще, это лайфхак. Знаешь, как женщины постоянно жалуются, что ты не помнишь, когда у вас годовщина. Так вот, я никогда не забываю, это же моя днюха. Нормально, нормально устроился, Гильермо. Расскажите о Хоста-Рике. Почему вы любите эту страну? За все. Это хорошая, удобная страна. Она компактная. С утра ты на пляже, через три часа на вулкане, через час уже в городе. За день можно посетить все, что хочешь. Речка, водопад, один из вулканов. Но здесь не так уж и дешево. По сравнению с соседними странами этого региона, здесь дороже всего. Да, идея правительства была в том, чтобы создать такую себе страну-бутик, чтобы здесь не было всей этой швали, из-за которой на улицах торгуют наркотой. Ты хочешь сказать, что у вас не продают наркоту на улицах? Продают, но не так много, как в соседних странах. Коста-Рика — это как мост для наркотрафика. Да, конечно, здесь много продают наркотиков, но здесь их не производят. Наркотиков не так много, как было раньше. Именно, меньше. Ты не употребляешь. Я не употребляю. Ну, может, она, да, я не знаю. Сколько мне будет стоить купить вот такой вот дом, как этот? Дом типа этого и в таком состоянии... В долларах? ...будет стоить около 120 тысяч долларов. Ну, это не богатый район, самый обычный. А зарплаты здесь какие? У меня примерно 800 долларов. Тебе достаточно? У тебя двое детей, дом, на все хватает? Не совсем приходится подрабатывать по вечерам или в выходные. Кому-то что-то починить, крышу там положить или плитку. А что насчет образования? Как вы оцените его уровень в стране? На очень неплохом уровне. А медицина? Ну, номинально она бесплатна, но вы должны платить часть зарплаты страховой компании. Мой босс, например, платит 12% им. И тогда при походе в больницу вы ничего не платите. Какие три точки вы обязательно рекомендуете посетить здесь? Самые популярные — это вулкан Риналь, Монте-Верде и пляжи Гуанакасте. Ну и чтобы окончательно стало понятно, кто такой Гильерме, вот вам еще одна его любимая шутка. Однажды я пришел к доктору, и он сказал мне, что у меня диабет. Знаешь, что это такое? Он мне объяснил. Это когда у тебя повышенный уровень сахара в крови. Вот тогда я наконец понял, откуда у меня эта конфетка между ног. Да, это, мы что-то отвлеклись. Ладно, давайте вернемся туда, куда вы меня послали. Какой ласт! Not last! Наша постоянная рубрика «Пару слов перед». Ребята! I hate you, что в переводе означает «Я вас обожаю». Спасибо большое. Hello. Restricted entry only passengers. I'm a passenger. Wow, nice. Вот я и ребята, которые полетят со мной. Hello. Hello. Have you been sent it also? What? Ну, короче, они не были посланы, а я был послан. Пока что судьба дает шанс. Мы приехали не на тот аэродром. Bye-bye. Check it. Крепко полетали, хорошо полетали. Все классно, ребята. Все отлично. Я люблю такие вот прыжки с парашютом. Быстро, комфортно, не страшно. Скорешился с охранником. Слушай, я купил тебе большой полиэтиленовый пакет, чтобы ты мог прыгнуть с ним, держась за ручки. Лучше в Титибай Джоукс. Поехали. Ладно, как бы я не пытался избежать этого момента рассказами про Гильермо и всякими шуточками, час икс пробил. Мы приехали на правильный аэродром, где нас, елки-палки, уже ждали. Ну что, готовы к прыжку? Я вообще-то не очень хочу прыгать. А кто будет прыгать, вы? Нет, они тоже не хотят. Я покажу вам, кто хочет прыгать. Вот, знакомьтесь, это мои подписчики. Вот они, это они хотят, чтобы я прыгнул. Прыгнуть с высоты в 5 километров можно только с инструктором. Заполняем классическую анкету и ждем, пока приземлятся те, кто прыгают до нас. Я обожаю просто вот эти пункты. Типа, вы осознаете, что вы можете умереть во время прыжка. Вы осознаете, что вы можете получить травмы, которые будут преследовать вас, бла-бла-бла, на протяжении... Не дай бог со мной, что случится. Просто я каждому... Я попрошу ребят, вот они найдут каждого, кто голосовал за это и отправят вот этот скрин. Пускай это напоминает вам обо мне. Я вам честно скажу, прыжки с парашютом, это вот... Ну, правда, это не мое. Кто-то не любит чернослив, а я вот, например, парашюты. Но вы проголосовали за это, и я не могу теперь не подчиниться. Я уважаю ваш выбор, но лучше вы проголосовали за чернослив. Музыка должна расслаблять, я сейчас должен послушать музычку, все будет нормалек. Я перестану бздеть. Не, вообще-то я не боюсь. Ты прыгал уже с парашютом? Прыгал. Где? Дубай. Когда? Давно. Да, ну когда, да? С Решкой, снимали первый сезон, по-моему. Ну какая высота, ну, высоко очень была? Да, я не помню, для меня выше, блин, пятого этажа это уже высоко. Что ты больше всего боишься в прыжке с парашютом? Обосраться боюсь. Пока мы ждали, выяснилось, что парень из предыдущей группы сделал своей девушке предложение сразу после приземления. Так что пишите в комментах, на сколько баллов это... Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Вы сказали да? Да! Кажется! Парень из предыдущей группы. Вот там, наверху. Ну не наверху, мы тогда не приземлились. И она сказала ему да. А это такая романтика, у нее слезы на глазах. Ну классно же, ну классно. А я лечу с немецкими женщинами, поэтому мне тоже надо искать срочно два кольца, Лёха. А мы вместе будем прыгать? То есть мне тоже нужно кольцо? Нет? Я тоже женат, но мало ли. Тут, похоже, так принято. Вам страшно? Блин, даже она не боится. Я просто боюсь высоты. Что? Вы тоже? Так, все, всем спасибо, до свидания. Все, хватит топтать землю. Пришло время показать им тут всем, как взрослый бородатый мужик может потерять сознание на плече у другого мужика. Посвящается всем тем, кто говорит, что Андрюха уже не тот, Андрюха в решке был другой. Андрюха все тот же. Все тот же сыкунишка, ребята. Съели? Так-то. Ну что, готов полетать? Скажи честно, это опасно? Ну... Если я умру... Я тебя убью. Слушай, я тебя очень прошу, братан, внимательней. Плес, плес, май френд, плес. Или я тебя найду. Чувак, я буду ждать прямо здесь, пока ты упадёшь с неба. Окей, май френд. В тот случай, когда сам самолёт страшнее, чем прыжок. Смотрите. Ну что? Спасибо вам большое, ребята, за голосование. Напоминайте реку. Вот наша банда. Очень маленький самолёт, ребята. Просто капец. Тут не развернуться. Ну, так жарко. Не все. Какой-то маленький свингер-клуб. Причём я уже успокоился, думал, всё будет хорошо. Но как только завелись его моторы, как только пропеллер забрынчал, мне, сука, стало страшно опять. Я вас ненавижу. Правда, знаете это. Всё, ребята. Мы взлетели. Обратной дороги нет. Не, ну, конечно, я могу остаться в этом самолётике. Но вряд ли мне позволят. Потому что парень, который находится сзади меня, настроен прыгать решительно. Если честно, я всё ещё надеюсь, что он скажет, братан, ладно, не будем прыгать. Я вижу, ты боишься. Поэтому просто вернёмся обратно на самолёт вниз. Но шансов мало. Ребята, так красиво по сторонам. Офигеть, столько деревьев подо мной. Горы, я управляю этим парашютом. Это офигенно. Это круто, ребята. Тогда я ещё не понимал этого кайфа, когда в Дубае прыгал. А здесь прям такой... Ребяточки, я просто посмотрю. Андрю, что, реально страшно было? Вообще не страшно? А что там сзади просто чуть-чуть такое... А покажи. Никому не говори. Не, я никому не скажу. Реально, да, не страшно было? Вообще. Вообще не страшно. До сала. Подписота, спасибо. Вы меня пинками выгоняете из зоны комфорта. За её рамками, ну, очень круто. Получается, что мы это всё делаем не для вас, а благодаря вам. После прыжка мне нужно было успокоить немножко нервы. Я взял мопед, чтобы проехаться по побережью и немного развеяться. Ты же водил байки раньше? Да, я знаю. Давайте попробуем. А, это шлем. Держи шлем, это обязательно. И вот эта полоска, она должна быть на тебе всё время. Такой закон. Странный закон, просто повесил себе такую штуку, повязочку и всё. Да, я готов. Поехали. Мопед стоит недёшево, 25 баксов в сутки, но можно торговаться. Права никто не спрашивал, как, впрочем, и везде в подобных курортах-местах. Всё под лично ответственно. Класс, на мопеде, конечно, офигенная тема. На улице дождь. Такой себе турист едет на мопеде на пляж. Будьте осторожны, не падайте на мопеде, как это сделал я. Это было позорно. Это было настолько позорно, что я им даже этого не покажу. Благодаря вам я оказался неподалёку от одного из национальных парков Коста-Рики, Мануэль Антони. По сути, это просто охраняемый вход в джунгли, где обитают дикие обезьяны, еноты, ленивцы, игуаны, туканы и прочее там, ребята. Но главный козырь, привлекающий туристов, это пляжи в оккупации. Вот они, пляжи. Сейчас дождь. Причём он усиливается с каждой минутой. Но люди всё равно есть. Смотрите, я представляю, как же здесь красиво, когда классная погода. Погода подводит. Правда, и так она далась снять достаточно неплохо, потому что изначально я вам показывал, какая была погода на всю неделю. Даже больше на 10 дней передавали одни грозы. Я бы окунулся. Я бы окунулся, но я просто сейчас в стрингах, и поэтому боюсь ранить людей, которые здесь всё-таки остались. Пойдёмте, немножко покажу вам этот пляж. Коста-Рика Коста-Рика – это в первую очередь, конечно же, пляжный отдых. С одной стороны Тихий океан, с другой – Карибское море. Жакев Кусто назвал Коста-Риканский остров Коко самым красивым в мире. Тысячи дайверов приезжают сюда, чтобы полюбоваться местным подводным миром. И только такой балбес, как я, мог не взять с собой плавки. Но кто я такой, чтобы устоять перед океаном? Убежал в воду в трусах. Это кайф! Насрать на погоду вообще! Всё равно! Это Тихий океан! Меня трусы с ней спадают! Поправь трусы! Какой же это всё-таки кайф! Когда у тебя несколько дней, ты просто не обращаешь внимания на плохую погоду. Ты её игнорируешь. Игнорируйте плохую погоду, ребята, отрывайтесь по полной, кайфуйте. Погнали! Чтобы не выглядеть на пляже дурачком, я всегда беру с собой оператора Лёшку. И мы выглядим, как два дурачка. Мы подъезжаем уже к вулкану, и сразу сидишь здесь в автобусе и чувствуешь этот запах серы. Ну, как всегда, везение, оно присутствует. Дождик. Хотя, мне кажется, тут зачастую, наверное, такая погода. Наверху туман, постоянно какие-то осадки. Ну, не знаю. Увидим, не увидим. Мы сейчас вулкан 50 на 50. Даже, мне кажется, 70 на 30, что не увидим. Я приоделся, надел капюшон, потому что дождь. Он такой противный, мелкий. Но вот такой неприятный, неприятный. Прям как Лёха, но только он не мелкий, неприятный. Погодой повезло, всё отлично. Но, знаете, здесь классно то, что тепло. Вот если бы это была Норвегия какая-то или Исландия, и шёл бы такой дождь, то мне хотелось бы, наверное, провалиться. А тут пока всё терпимо. На территории Коста-Рики находится 11 вулканов. И вы послали меня на один из них. Последним буквально недавно извергался вулкан Пауз в феврале 2019 года. Теперь, чтобы посмотреть на него, нужно заранее записываться. Тебе назначают конкретное время, платишь 20 баксов, и только в обозначенное время тебе разрешено подняться к вулкану. Выбор очевиден. Я люблю чёткие вулканы, а не вот эти вот размазни. Типа, приходи, когда хочешь, смотри на меня, сколько влезет. То есть здесь есть даже специальная инструкция, которая написана на нескольких языках. Вот на английском, например, написано сразу. На египетском вот следующий. На русском есть ещё что-то. Вулкан Пауз является одним из активных и крупнейших вулканов мира. Возраст вулкана более 10 миллионов лет. Когда вулкан начинает шалить, парк закрывают. Но сейчас повышенной активности не наблюдается. Честно говоря, вообще нихрена не наблюдается. Ну что, мы уцели. Та-дам! Вулкан! Класс, смотрите. Наверное, это лучшее, что я видел в своей жизни. Но пахнет вулканом. Пахнет писюнами и вулканом. Я на этом вулкане уже второй раз. Два года назад я был опять. Один в один вулкан. Ничего не изменилось. Такой же красивый, такой же высокий, опасный. Короче, вывод. Если вы не хотите увидеть вулкан, берите Лёху с собой. А у меня три раза, это мой третий приход на вулкан. Один раз видел и два раза не видел. То есть у меня 34 где-то процента, что я увижу вулкан. Погода в Коста-Рике подлая. Не собирается подстраиваться под ваш отпуск. Поэтому люди вынуждены все равно приходить сюда в надежде увидеть хоть что-то. Зря, что ли, за сотни километров сюда приперлись. Радуюсь, что я не один балбес такой. Вот это радует. Разве не видите? Если вы не видите, я вам скажу. Кратер в диаметре 470 метров. 470 метров, друзья мои. Это как бы прилично. 2700 над уровнем моря находится этот вулкан. Это все национальный парк. Он охраняется. Мы это заметили, потому как подъезжали определенное количество людей. Резервация, парковочки. Все есть платно. Пожалуйста, все чисто, все аккуратно. Слезы на глазах. Слезы. Вулкан не видел. Вау! О май яд! Вулкан! Круто! Ребята! Офигеть! Вулкан! Извините! 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 Вы можете меня поедать? Пожалуйста! Это очень холодно! Пожалуйста! Ну холодно же! Пожалуйста! Слезы! 11-13-17-17-17-17-17-17-18-17-19-17-17-19-17-17-2017-17-17-18-19-19-17-17-18-19-17�19-17-18-18-18-18-18-22-19-27-19-17-18-17-18-17-17-19-18-18-19-17 . но фантастика ну все я сходил на вулкан я мокрый с меня просто течет мне мокрые кроссовки у меня там вода до трусов мокрый правда я мог бы развернуться уйти но из-за вас спасибо что проголосовали спасибо вам огромное вы меня послали я не мог вас подвести теперь горячий чар чар горячий чар и водка 300 грамм алло полиция приколов здрасте объявляете розыск пропал вулкан особые приметы кратер 470 метров был одет в серую куртку и в синюю кепку спасибо помпом мы заехали поесть после после пляжа после мопеда ведь я переоделся что я был жутко грязный я упал с мопеда еще один раз естественно этого не сняли такое бывает все как всегда спонтанно у меня все болит еле сижу переоделся и вот мы кушаем и гильерна рассказал очень интересную историю про это место кучу талды 100 верно расскажи пожалуйста нам всем еще раз эту историю про друга так ну около 25 лет назад один мужик предложил моему знакомому купить землю здесь в мануэль антонио за 2 миллиона колонов но это примерно 4000 долларов но тогда он решил что эта земля никому не нужна здесь не было ничего и вот сейчас ты сам можешь видеть тут вырос один из основных наших курортов сейчас эта земля будет стоить около шести сотен тысяч долларов национальный парк мануэль антонио один из самых маленьких парков коста-рике но несмотря на это своей дикой природой он привлекает сотни тысяч туристов ежегодно в результате вокруг образовываются такие небольшие курортные городочки как этот ну то что здесь лучше чем сан-хосе это однозначно вот там первые три минуты уже говорят о многом достаточно спокойная улица но это наверно сейчас потому что сейчас не пятница или суббота я думаю 5 субботу здесь людей полно бары рестораны кафешки всевозможные то есть мексиканская кухня пицца суши есть все что хочешь такая девчонка есть гильермо одноклассница на встретил ну и копы копы наши все они нас берегут картина довольно стандартная бары рестораны сувенирные лавки местные туристы рассматривая друг друга неспешно прогуливаются по улице туда-обратно вы послали меня под конец туристического сезона сюда так что людей практически нет пик сезона здесь приходится на период с декабря по апрель я еще пять минут и все пожалуйста можно пять минут еще спасибо я выставлял на голосование выиграла эта штука прикинь выставил вот это и прыжок с парашютом победил этот акцион я не виноват решили все зрители пам-пам так может выглядеть любая центральная улица любого курортного города рио таиланд мексика бердянск не ладно почти любого города отличаться будет только то на каком языке вас будет зазывать бар все то же самое мы сейчас там уже не сезон поэтому почти все бары пустуют но кстати всего лишь один один посетитель больше никого здесь нет ну и не забываем что мы в коста-рике кругом по-прежнему встречаются казино и девочки предлагающие массаж трудно найти обычный массаж все тебя массаж с хэппи эндом кто-то не знает что такое массаж с хэппи эндом это как бы ну вот и здесь массаж вископе массаж с хэппи эндом ты не знаешь что такое массаж с хэппи эндом это когда ты закончил и ты счастлив массаж массаж с хэппи эндом да это когда показывают титаник и в конце декабрио не умирает вот это массаж с хэппи эндом в общем кругом как здесь любят говорить пура вида что в переводе означает что-то вроде живи проще или легкая жизнь для местных это не просто слова это самый настоящий стиль жизни расслабься парниша все будет нормально доброе утро сейчас 6 утра мы выезжаем обратно в сан хц по дороге снимем что-то интересное посмотрите как красиво просто ни одной души большие волны там два серфера риса читал на прекрасное настроение голоса нет но все равно ведь коста-рика ты красивая зараза коста-рика небольшая страна мы постоянно передвигаемся чтобы объездить как можно больше сегодня мы возвращаемся в сан-хосе откуда завтра улетим домой а пока что вы за меня решили где проведу эту последнюю ночь холм стей или другими словами перекантоваться на квартире у местного это довольно популярный вид бюджетом размещения туристов коста-рики можно снять комнату в семье как городе так и в селе в доме у фермеров с коровами курами там мы прочим соседями какой у меня вариант я пока сам нужна ребята мы приехали значит именно в тот дом где можно остаться вот так вот поночевать переночевать приехали в деревню бабушки пойдемте есть пельмени жарить картошку костер и доить коров я попал в зажиточную по местным меркам городскую семью частный дом с кучей комнат интеллигентная хозяйка все удобства под одной крышей немного расстроился честно говоря уже готовился утром пасти кос андрей даниэль вы рады кит да ok вот здесь первая комната она пока моя если я не встречу никакой комнаты получат это моя вообще нету света ребята нам повезло а может так они заманивают типа заходить у нас не света потом тебя обчистили карманы вот она комната смотрите вот здесь будет спать лёшка ты там наверху никита а здесь еще два человека из ирана приедут еще здесь одна комната есть то есть по сути четыре пять шесть человек могут здесь остановиться но если вы приехали компанией какой-то банда или даже семьей вот пожалуйста такой вариант и стоит это 85 долларов проще всего такое жилье найти через специальные сайты по запросу в поисковике homestay costa rica гарантирую это точно будет прикольнее чем обычный отель там или хостел правда пользуйтесь и прикольный домик мне нравится все аккуратненько все чистенько сразу видно есть хозяйка это ее дом и интересно чтоб все было аккуратно мальмис андрей from now family i'm living here yes from now this is my house yes you're the guest of mine барселона мексико сити леонель месси пет гуардиола вамос мадрид будет круто вам точно стоит сходить а бывали какие-то проблемы с постояльцами только с очень молодыми людьми и буквально всего пару раз выпили слишком много пива немного побуянили но такое было буквально пару раз за 30 лет окей а во сколько мы должны быть дома да когда хотите когда приедете тогда приедете у вас будет свой ключ а вы же будете тоже здесь правильно да да мы будем тут все будем стараться не шуметь да так что с пивом поосторожней мы небольшие любители пива так и литр текила и все смотри пишу тебе адрес на бумажке чтобы ты не потерялся просто дай это таксисту но зная себя акин лузы и соу они тетейки фото я а я но маясал и за юж проблем of mine хотя зная себя я могу и телефон потерять то есть тут а может быть вообще бинго автомобиль якубович не дадите вы мне выспаться ну ладно погнали на футбол местные говорят что в коста-рике две религии первая католицизм а вторая футбол даже если костариканец не играет футбол то он обязательно его смотрит и так я на стадионе ребята сегодня будет играть команда местная против команды не местной пока я еще не знаю название команд по шарфу меня уже есть футбол это всегда праздник повод для ссор повод для перемирий повод для семейного ужина для пьянки в общем для костариканца это целая жизнь 2014 году коста-рика дошла до четверть финала чемпионата мира это был поистине национальный праздник поход на футбол здесь это привычное дело независимо от пола и возраста ходят всей семьей у всех обязательно символика любимой команды все кричат все поют песни пиво на стадионе безалкогольная а количество торговцев закусками просто зашкаливает торгуют чипсами попкорном мороженым и кучи всякой фигни которые даже не знаю как называется сегодня мы попали на полуфинал кубка коста-рики играет столичная команда депортиво саприса где раньше играл между прочим кейлор навас голкипер реал мадрид а против них играет какая-то другая команда на которую все кричат какие-то явно плохие слова так что так и будем их пока называть чтоб не выделяться это игра была воплощением того за что коста-рика да и весь мир любит футбол были и голы и шоу с красотками в перерыве и не забитый пенальти и красная карточка в общем игра была достойная даже не полуфинала а финала болеем даже если вы вдруг не любите футбол атмосфера здесь такая что у вас просто не получится остаться равнодушным подтверждение вот вам слепой дедуля который пришел на стадион с радиоприемником чтобы послушать игру здесь со всеми очень классно когда весь стадион вот сейчас встречали и ходе пункта что означает сукин сын сукин сын на судью весь стадион в унисон это очень круто но будь я судей мне наверное было неприятно но тоже они кричат сукин сын два слова наши болельщики более лаконичные судья во втором полуфинале играет принципиальный соперник столичной команды клуб эродиану за который болеет уже знакомый вам гильермо с нами на стадион идти он отказался принципиально на тебе тебе на темно вот так давайте они еще радуются потому что параллельно матче команда гильермо проигрывает 41 проиграла она не прошла в финал гильермо how are you my friend спасибо что не дали мне пораньше завалиться спать и послали на футбол это очередное ваше тактически грамотное решение как и выпустить майкла барантеса он забил решающий голл это тоже ваше решение нет или это уже тренинг коста-рика это люди коста-рика это ритмы это всегда буйство красок кому-то эта страна может показаться очередным курортом но благодаря вам не удалось прикоснуться к ней всем телом у меня не было плана я просто плыл по течению и коста-рика меня не подвела вынесла на берег океана и окатила своей зеленью и свежестью коста-рика двигатели пусть мои потомки узнают тебя такой же прекрасный боже а и кстати помните этом обещал открыточки вот они открытки я вам их подписал за моей спиной почта красивое такое здание пойду сейчас управлять спасибо что послали меня в коста-рику я правда кайфанул в этой стране спасибо что посылали меня по коста-рике по разным локациям мне очень понравилось друзья в отличие от этого хамского дяди который прошел только что мимо кадра в кадре я хочу вам сказать спасибо и путешествуйте сами посылайте друг друга посылайте сами себя спонтанные путешествия наши все самые крутые эмоции получается только так ваши открытки это пошли беднякова пока отпишитесь в коментах все ли там долетело